мои дорогие всем большой привет как вы поживаете все хорошо у вас все нормально у меня больше баранины нету только это к сожалению вот будем готовить из них этот как его там плов мясо только вот такое осталось сожалению другого мяса пока нету а еще и получила 20 килограммов мела 22 что ли вот января пюре ирми и китилу syria и вмешательства Субтитры делал DimaTorzok 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 Ну так он смотрел на мир Вот Мессťно гордился там своей Disability я бы не сказала, что он вообще там мисс красаицу неть% тематротные мужчины Вот не хочу обидеть мужчин но многие такие если посмотреть со стороны женщин в общем этот мужчина в итоге жил с этой своей женой он ее очень колотил так скажу вам очень она но она все равно жила она очень терпеливая девушка попалась и она жила с ним не в общем не пикало да и эта девушка стала сидеть в соц сетях в одноклассниках в одноклассниках она сидела в общем общалась ну и как говорится дообщалась дообщалась встретила там мужчина не совсем старого мужчина в общем такой нормальный паренек можно сказать и начала с ним переписываться очень долго они переписывались пока у них не начался уже какой-то прямо роман но она вот так же продолжает жить со своим мужем и получать также от него бедная по шее да вот она очень она реально очень терпеливая девушка конечно же за пару до времени мы все терпим вот и потом он этот мужчина видимо предложил увидеть в общем они увидели в общем у них все получилось то что не должно было получаться и тут мужчина который был всегда гордый такой он стал что-то подозревать и в общем выследил ее и она сказала он ее в общем засек что она в одноклассниках переписывается с кем-то в нормальные такие отношения но не хочет верить в то что она могла ему там изменить да потому что человек очень ну какой дал он думать что он самый лучший вот в итоге он переписки все ее на и в общем видит и говорит это что это по это ну в общем разборки она сказала ее научили но она на самом деле она не знала в этом ничего девчонки вот честно она девушка какая деревенская сельская девочка была она ничего об этом не ковырялась вот сидела дома рожала кушать варила и все делала все чтобы угодить мужик там да а с другой стороны чтобы но в общем семейная девушка без всяких движений лишних там даже не думала она очень такая была сейчас нельзя в итоге он заставил ее признаться такими путями я не знаю заставил ее признаться в том что она сказала да я изменила один раз она призналась у него была паника у него шок и она уже но она видит что это все тем более такой мужчина не потерпит и он и она уходит из дома они делят детей по два каждом она уходит из дома и в общем тоже ну она и не с тем с которым изменила это же было просто один раз кому это вообще не надо тот который как это делать сделал она попалась на крючок до ну в итоге девчонки что она 6 лет 6 лет с двумя детьми сама однако вертелась крутилась в общем а этот мужчина муж и он и все искал на ком жениться наверное ой я не знаю я так сказала ну я не знаю мне кажется ну может человек ищет всегда свое счастье там да ну в итоге девчонки вы представляете в прошлом году этот человек ну он созванивался со своей конечно женой потому что там двое деток у него двое деток и в прошлом году так они уже потихоньку там встречались этому память встречались и и вы представляете в этом году они помирились обратно сошлись до да сошлись и ну да и лав чтобы жили конечно хорошо чтобы все было у них хорошо но я девчонки была в шоке была в шоке почему я вам скажу но я не хочу делить да сейчас скажете вот какая разница кто он тут и все это девчонки вот у нас вот честно скажу мусульман но практически такой не существует просто но не существует это какой-то аномальное явление потому что такое не бывает девчонки хочу налить сюда бульон у меня был бульон не хочу его выливать хочу сюда налить но не с чем водить секундочку вот девчонки вот так бывает жизни я ничего не имею плохого дурного я просто была в шоке я была очень рада шок и радость это было два в одно представляете такое бывает оказывается ну если честно но это прям как будто бы впервые я вообще я впервые за свою жизнь слышу такое вот серьезно впервые чтобы мышь муж поймал жену там заступал и потом опять помилился но это такая история которая меня шокировала хотя нельзя удивляться ничему всевышний аллах потом тебе вот так на блюдечке это преподносит вот поэтому нельзя удивляться нельзя но я такой как бы я от этого мужчина не ожидала что так вот может а с другой стороны девчонки да вы чисто мое мнение ну что вот мужчина он немолодой ему уже 50 не знаю 6 может быть лет ну ну кто вот так если рассуждать до 56 лет я не знаю чтобы была любовь и человек женился по любви там или девушка которую он найдет вышла за него замуж по любви ну маловероятно но если из-за денег только человек богатый да если только из-за денег это то может быть а с другой стороны ну дети их же тоже надо замуж выдавать вот это все ну можно этот мужчина подумал все таки и я думаю что он принял правильное решение с моей стороны конечно я так думаю что человек принял правильное решение что-то сделал ну что вот с другой стороны девчонки ну осталось-то там это ну 20 лет 30 лет дожить да его конечно пусть долго живут не болеют ну если тогда рассуждать по стандартному человеку остается и совсем недолго но как бы уже большая часть жизни в любом случае прожита вот наверное просто сказал ну что ладно гордость но всю жизнь был гордый парень это но теперь то что гордиться реально не мне судить честно не мне судить но я была в шоке я была рада вы знаете что такое вот решение принял этот мужчина и принял свою жену принял ее он тоже не подарок я вам так скажу у него жизнь любит девушек очень женщина ну такой вот мужчина я я не скажу что он плохой мне кажется он вообще неплохой человек насколько я знаю но просто единственное конечно то что он поднимает руку на жену и любители 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 погулять это да но это она достаточно неплохой неплохой говорю для женщины принципе это достаточно да вот такая девчонки история которая меня шокировала вообще я просто я не знала что еще такое возможно и может быть честно скажу вот и вот мусульман да такое не прощается я не говорю я знаю что многие прощают и продолжают жить я знаю это и большинство прощает конечно женщины не мужчины но чтобы такое случилось вот так вот но это какой-то прям анонс я впервые такое услышала вы честно впервые вообще впервые такое слышу и была и рада и шокирована что вы думаете по поводу этого рассказа напишите в комментариях ваше мнение об этом мужчине и об этой женщине я бы хотела немножко наверное услышать от вас все таки ваше мнение большинство как думает так как я или не так как я конечно у каждого мнение разное но большая часть как она думает мне все таки это очень интересно если вам не трудно напишите пожалуйста это в комментариях пусть это не будет тем что мы их осуждаем нет просто ну аналитика да так скажем для себя ну пусть будет у них все хорошо у них дети я я очень рада что они вместе вырастет своих детей выдадут замуж и будут счастливы и старость вместе встретят честное слово я вот рада когда рядом уже в возрасте да должен быть все таки какой-то человек рядом да он один сложно это очень сложно но почему не бывает я думаю все таки мужчина большинство одинокие наверное они делают много ошибок в своей жизни безразборочно может быть и живут и поэтому в конце в конце жизни так получается ну так же и наверное и женщина конечно односторонние односторонние никогда не бывает всегда с двух сторон есть что-то что-то вот прошу вас напишите мне если кому не сложно напишите что вы думаете по поводу этого рассказа что-то но что увидимся на него в общем я делаю повышение девчонки сейчас будет у меня распаковочка в которой и в этом что-то наше результате что-то не забавно девчонки какая-то что-то 5,000 я в этомном в общем в форме что-то 9 это что-то поэтому Мои дорогие, всем большой привет, как у вас дела? Вроде солнца нету, а вот глаза все равно щурятся. Ну, потому что какое-то солнце, не знаю, скрытое. Так особо не светит, но все равно слишком-слишком как-то светло, наверное, для меня. Вот, ну что, давайте будем распаковывать, да, распаковка у нас тут, конечно, я сейчас смотрю, 22 килограмма, это я пока раскрою, это будет что-то с чем-то. И вообще они уже даже, многие вышли из орбиты. Это откуда он вышел, что с ним, с какой семьи он у нас, это еще надо узнать. М-м-м, какой вкусный. Здесь мешок такой приличненький, я его хочу так показать. Сейчас, секундочку. Название, если нам удастся. Пакет порвался, как всегда. Что в этом пакете, вообще неизвестно, конечно. А в этом пакете ничего, кроме... Название, да? Название что? Вот название называется «Придумай сам», наверное. Девчонки, вот реально нигде не... А, вот нашла. Честер. Честер. Вот, пожалуйста, целая куча честера. Тут килограммов. А я думаю, что такой вкусный мил. А я-то думаю, что такой вкусный мил. Вот столько честера. Честер, я говорю. Честер, я думаю, что надо подсохнуть маленько. Честера у меня 5 килограммов здесь. Вообще, честера очень много, вы знаете. Я же выиграла 26 килограмм. Вот эти 26 килограмм, они будут до меня, я думаю, что вот кусочками доходить. Это часть честера. Но у меня еще был отдельный заказ. Я же не знала, что я выиграю 26 килограммов. У меня был еще помимо этого заказ честера 5 килограммов. Вот, теперь я не знаю, или этот, или из заказа. Вот этот пакет раскроем с вами. Бурдане Варбель Мюром, Бакал Индарабер. Прям заскочивали. Ребята, молодцы. Которые привозят, они привозят уже так прям, знаете, автоматом. Я даже не успеваю вообще. Я не думала, что так быстро можно. Это все получить. Я думала, помните, я говорила, ой, да я теперь получу через 5 лет, наверное, это все дело-то. А нет, не тут-то было. Получаем. Аллах, ащу кюш. Вот здесь уже вот так все разделено. Пакеты как пакеты. Элит. Тебешир элит. Золотовастенькая. Биразным лимич. Курмаклазм. Элит. Сададе и кикело. Девчонки, элит. 2 килограмма у нас. Это, наверное, килограмм у нас. Что, не знаю. Сейчас посмотрю. Распаковочка, да? Так, название. Барсук. Барсук только 1 килограмм. Я его, если честно, вообще не пробовала, девочки. Барсук. Он тоже влажный. Немли курмалы. Немли яны. Курса и улур. Но пакетики вот эти, конечно, прям целенькие, хорошенькие. О, вот этот точно. Если это один заказ. Ой, зачем так сделала Маша? Вся пудра наверху. Название хочу прочитать. О. Это какой-то... Нет, это название написано в следующем черном пакете. Ну и что это за название, может быть, девчонки, здесь вообще что творится? Что творится? Ой, ой, ой. Ой, 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 ой. В общем, вот этот пакет нужно... Ну, вы представляете, да? А, вот этот пакет. О, ой. О, ой. что на боку не когда ртовзавар я срена баком ай аллах вала северикова б что на боку буду кур малы биражные млее шу северикова на бокам божество это просто божественно северикова 5 килограммов девчонки кто-то у меня спрашивал северикова я не помню вот 5 килограммов северикова это я точно знаю что они от 6 килограмм это мой заказ уже отдельный был северикова 6 килограмм у меня было это я точно помню так здесь у меня буду договар девчонки покушать не получится она такая сырая она сырая вся ее надо просто сушить название бы еще найти а дэна был началась если это два желтых пакета одинаковых вот эти с этим был честер это тоже честа который я говорила 26 килограммов честера я выиграла я думаю что это вот это буду честа азан дым гирме алта кило честером гелью а вот я не то большое спасибо дорогая это я у я не это я не помню все, я убил, что-то упрасять, которую я не покажу вам Например, в базе может быть немного мягко, немного мягко, или немного мягко, и так далее. Я спросил, как я. Я не знаю, что это такое, если честер. Не очень. честер честера у меня здесь я так поняла 10 килограммов точно есть 6 килограмм алты кило севрякова он кило честер честер это такой мел он и не сухой и не жирный что-то посередине мне кажется я бы не сказал что он прям такой сухой как например ешь пеленый белгорода вот сохнет вообще во рту сохнет до ужаса прям вот все вот сразу выпивает всю эту слюну и в общем ее нету это к сухим относятся все то ли но не такой сухой как как этот как те сухие которые я беру например в этом в мелом царстве там супер сухие просто но я счастлива столько получила и понимаете это не не так нежданно негаданно в общем я позвонила им они сказали нет не будет он всегда со мной так не будет не будет раз и вчера отправляет мне фото уже с этого с птт 22 килограмма там до 22 килограмм я была в шоке говорю как приедет а не вот еще не предупреждаешь на даже заранее мне это говорить в общем чок мутлы чок мутлы и ищала чем до 40 деканта белки килограмма да без а мы все тоже есть а мальвизи в чоке Love и арка варима ухо а то но была стара дил и шоан туркестан в бар туркестан брии сходы и надо было боле сону ски о Konе декса нора за танчок а скалды там туркестан кто-то у меня еще хотел девчонки очень мало осталось очень просто вот я не помню еще какая-то девушка писала как приедет вы мне скажите девочки но я не помню извините конечно кто это писал у меня столько номеров я не знаю поэтому берите пока есть да потому что глинки ну не я не знаю когда будет я очень надеюсь что на следующей неделе но это моя надежда конечно вот мы всегда надеемся да и живем сегодня у нас до без хруста вот так обойдемся с потому что эти не хрустят они все мокрые пусть они подсохнут но следующее видео обязательно будет уже миловое следующее видео я сниму что-нибудь и хотела здесь снять видите аж глаза у меня закрывать я не могу от этой погоды солнце где-то здесь но она за тучами в общем поэтому глазки уже вообще закрываются у меня еще я на солнце вообще не могу глаза открыть вы знаете я не знаю как люди на улице ходят без очков и это меня поражает вообще и у меня не просто у меня вот так вот закрываются и начинается вот эта аллергическая реакция быстро так у меня это все начинается в общем это что-то вот даже а сейчас сижу солнца нету да скажем так она за тучами но я не могу открыть глаза просто не могу вот знаете душная погода солнышко нету но душно не ветерочка ничего нету в общем был бы град ливень не знаю там что-нибудь такое очень хотелось вот был 22 дня был дождик то такой небольшой ну хотя один день был хороший дождик ну куда это все пропало нету как-то так джанглором тебе черный сбору спарш перебилерсона девчонки вот у меня спрашивает отвечу вам да смысл в том что ты типа снимаешь и выплевываешь зачем тогда снимать не снимай как можно указывать человеку что ему делать да вот я иногда поражаюсь интересные очень бывает у меня там комментаторы мне во первых я вообще буду все равно я могу не снимать и это дело все равно я буду делать она просто это дело ко мне приклеенная уже просто я его не знаю мне его отклеить уже не получится никогда вот и я это все равно буду делать выплевывать я буду глотать я буду в принципе какая разница если я буду думать о своем здоровье конечно я не буду глотать если иногда не буду думать о своем здоровье я буду глотать да но я стараюсь не глотать девчонки это вредно это все равно конечно вредно Это я сейчас так говорю Потому что я сейчас не глотаю, а пью лекарства Сейчас это тоже опять же у меня Но вы же знаете Это периодически, да Опять гемоглобина упадет, опять я буду глотать Как это, и опять, и тогда я могу сказать Ну это, наверное, не совсем Вредно, потому что я же глотаю Ну вы сами понимаете, да Вот, хотя Где-то и выписывают Поесть мел Где-то и выписывают Порошок мела Развести в стакане и пить эту воду У кого проблемы, да С желудком есть тоже такое Поэтому Я думаю, что в каких-то Пределах можно Можно, тем более Ну, не в таких количествах Как я вначале ела, да Просто это было что-то И там, девочки, мы поэтому Те подписались, ну, поэтому Ко мне не надо подписываться, девчонки Я думаю, самое главное, вот Если человек тебе приятен, ты его будешь смотреть Глотает он или нет, это уже Второстепенное Конечно, интересно всем смотреть, когда глотает Мне тоже интересно, девчонки Вот честно скажу Но это вредно, на самом деле вредно Я смотрела Девочку Она, правда, со мной Никак не общалась Я не знаю, что у нее какой-то Негатив ко мне есть Или что Я как-то задавала пару вопросов Она такие на эти вопросы Даже не отвечала мне Игнорировала Но я уже поняла, что у нее Какая-то неприязнь ко мне Это милоежка, да Но я к ней отношусь нормально Я ее, потому что всегда смотрела Это Натали из Как она, где она там жила Ой Ну как это, это город Салават Я ее смотрела Мне очень нравилось Как она ест И чтобы обо мне человек не думал Ну если я ему неприятно Ну ладно, пускай Но я все равно продолжала ее смотреть Потому что она глотала, да И мне было приятно ее смотреть Именно поедание Ни общение, ни рассуждение Ничего А только вот поедание мело Вот Только вот эту часть Вот я смотрела Остальное В принципе, меня особо не интересовало Но мне интересно было смотреть ее Я не знаю, кто как относится к этой девочке Ну Я вообще не знаю эту девочку Потому что я только смотрела Поедание ее мело Мне нравилось И Первое, что я увидела в инстаграме Ой, в этом, в ютубе Была еще одна девчонка Она не снимает сейчас видео Ну я даже забыла, как ее зовут Она Вначале она снимала видео, кстати, да У нее тоже нарученные ресницы Довольно такие Длинненькие Я не помню, как ее зовут Не помню, девчонки Она вначале немножко поснимала Потом уже все Ее не стало Вот ее как-то смотрела Я вначале Это самый первый был Потом я увидела вот Ее Стала смотреть ее Да, сейчас я вообще не смотрю Я смотрю Очень редко И то в инстаграме Ну, когда у меня время есть То есть, когда человек выходит, да Там в инстаграм На моем листе Я обязательно посмотрю Но в инстаграм я каждый день не открываю Вот в чем Дело Вот Так что я тоже смотрю Мелоедов Которые глотают Юлю смотрю Юлечку Лапушинскую Вот Но сейчас у меня, конечно Не то, что сейчас Уже времени нету Где-то у меня, наверное, месяц Вообще Я никого не смотрю Никого Только в инстаграме Могу посмотреть и все А так нет Ну, как-то вот Когда вы знаете Наверное Пьешь лекарства Да, вот это Конечно Есть желание Но оно уже немножко такое Поменьше, да Поумереннее, скажем так И уже нету такого Прям Посмотреть это видео Не знаю Или у меня времени нету Да мне дай волю И дай телефон в руки Я буду лежать целый день И в телефоне, в общем, рыться Это тоже есть Но у меня нету столько времени Чтобы лежать Вот этим делом заниматься Вот Я даже забываю иногда Ответить там У меня пишут на WhatsApp Я не смотрю Ну, у меня нету времени Я где-то, где-то Там-то, там-то Я не открою Уже начинают звонить мне Напрямую Я тебе написала на WhatsApp Ты что-то не отвечаешь Вот Это не из-за того, что Это просто Может произойти Хорошо, когда что-то хорошее происходит Правильно? А когда что-то Нехорошее Дай лох каждому Перебороть И принять И идти дальше Это очень сложно Девчонки Вот реально Это сложно Я вот Как Я это все Отгоняю от себя Честно Тоже бывало Живым У меня Тоже я человек Как бы Женщина У меня тоже бывали Истории разные В моей жизни Но я Когда начинаю думать И уже Мне плохо Внутри Уже Да Изменения Начинаются В голове Там И вот это все Уже Когда думаешь Об этом Мне уже плохо Я сразу Собрала в кучу Выкинула Во вселенную В общем Это Этот весь Кабардак И все И вот Выкинула И все И иду дальше Так Сегодня у меня Это Сегодня То Сегодня То Сегодня Это Вот А то Тоже Нагоняет Это все Потихоньку Раз Бывает Такое Но это Реально Это сложно Это тяжело А если Постоянно Об этом Думать Это Просто Жесть Это Просто Будет Депрессия И Выход Из Депрессии Это Уже Сложно Пока Это Не наступает Это Надо Все Извлечь Собрать В кучу Выкинуть Во вселенную Безвозвратно Да Как говорится Когда выкидываешь Вот Есть Такое Мысли Слово Как говорится И Ну Это Не все Понимают Поэтому Я не хочу Об этом Даже Говорить Вот Кто Знает Тот Меня Понял Вот Не каждый Это Знает И Не каждому Интересна Эта Тема Вот Я Когда-то Это Все Прошла Было Это Это Было Давно Лет 15-20 Назад Сейчас Это Стало Прям Прям Модно А Я Это Все Прошла 15-20 Лет Назад То есть Увлекалась Этим Не то Что Увлекалась Читала Это Все Очень Много Это Это Было Тогда Да Около 20 лет Назад Это Было 2000 2000 Какой Там 6 6 От 6 Года Там Начиная В общем Где-то Так Вот Поэтому Девчонки И Мальчишки Если Что-то Нагнетает Что-то Плохое Соберите В кучу Выкиньте Все Выкиньте Подальше На самом деле Реально Соберите В кучу Вот так Мыслями Выкиньте И идите Дальше Чтобы Не впадать В эту Депрессию Тяжелое Какое-то Неприятное Состояние Да Вот Реально Неприятно Какой-то Вот Это Подавленное Состояние Оно жесть Оно Оно И давит И давит И давит Это Поэтому Чтобы этого Не допускать Надо вовремя Это все Выкидывать Подальше От себя Так что Девчонки Желаю вам здоровья И всего хорошего Вот солнышко Уже выходит Из-за тучи И Маша Уже вообще Не может Открыть глаза Просто Поэтому Надо Закончить Ну Это было У нас Распаковка И общение Девчонки Это не хруст Хруст Будет в следующем Видео Ничего страшного Я думаю Многие пишут А я так ждала Хруст А вы вот Только сделала Девчонки Ну Хруст Следующее Видео Это же Недалеко Вот Ищала Достала Все Вот Хорошо Ну Давайте Пока Гершер Джанвар Первым Северу Мои Говорят Ну Как Подписчики Из Турции Говорят Почему Ты так Много Говоришь На русском Мало Говоришь На турецком Ну вы представляете Вот это все Что я сейчас сказала Я даже Честно скажу Девчонки Я не знаю Даже как это все На турецком Говорить Вот честно скажу Я же самоучка Я не учила Там Где-то Что-то Да я разговариваю Вот так Да вот Разговариваю Вроде как Ну вот Именно Вот Какие-то Многие слова Я не знаю Девчонки Честно Не знаю Ни слова Ни значения Ничего И мне это Особо Я так Ну не увлекаюсь В одно время Я хотела пойти На турецкий язык Прям досконально Учить И читать И вот это все Я сейчас думаю Да зачем Это надо Господи Английский Можно учить Там углубленно А турецкий Зачем Он нужен Так Для общения И понимания Этого достаточно Я же не работаю В каком-нибудь Государственной работе Чтобы там Испе работала Да Я бы это уже взялась И учила А вначале Я хотела Девчонки Очень хотела Прямо так Разгорелась А потом подумала Думаю Да зачем Она мне Я достаточно Знаю Для общения Для такого Общения Не для таких Глубоких Интересных Рассказ Это Это Даже И делать Не надо Вот Как-то так Ну короче Везде У меня Миловая мука Миловая мука Миловая мука теперь очень много сейчас я покажу пока